Приветствую вас! Вы знаете, когда я читал ваш вопрос, мне показалось, что речь идет о таком достаточно молодом человеке, не сказать, что бы неопытным прямо, но тем не менее, вы написали бывший парень, это как бы, ну, всегда представляется так, что мужчина молодой очень. Значит, вы достались по вашей инициативе из-за того, что вам не нравилось, как он себя с вами ведет. То есть, вы не видели взаимности от него, в общем, он не устраивал вас, не давал вам того, чего вы хотели бы получать от отношений с ним. При этом был интим, была иногда помощь, но, как я понял, помощь была не регулярной, не постоянной, и, в общем-то, вам было недостаточно того, что он вам дает. И его, сразу его слова о том, что вы ему нравитесь, вас, в принципе, тоже не устраивал, потому что поведение одно, слова другое. По сути, если охарактеризовать одним словом отношение парня к вам, то это несерьезность. То есть, он относился к вам несерьезность. И вот, значит, пять дней назад вы согласились на встречу с мужчиной вновь, и были удивлены, приятно удивлены тому, как он себя с вами вел. То есть, просил вас поцеловать его губы. Кстати, интересная деталь. Он не сам вас поцеловал, а просил его поцеловать. На мой взгляд, эта деталь, которую, вот не знаю, обратили вы внимание на нее сами или нет, эта деталь, она очень органично укладывается в общую модель поведения человека. То есть, модель поведения человека такова, что он действует в своих интересах и не делает ничего такого, чтобы ему не нравилось для вас. Так, по крайней мере, вытекает из первого образца. То есть, мужчина, он себе на уме с вами, потому что вы ему нравитесь, ему с вами хорошо, но при этом ничего серьезного он вам не предлагает. Когда человек предлагает встретиться после расставания, отдавая себе отсчет в том, каковы проблемы, каковы точки раздора между вами. Ну, естественно, логично, что как-то он проявит свою вот эту вот инициативу в плане движения вам навстречу. Он это делает, у вас появляется мысль, а вдруг он изменился, но его нету все три дня. И если говорить о том, что он действительно занят, то есть, рост занятий не позволяет ему связаться с вами в течение трех дней, ну, вы знаете, не хотелось бы мне давать здесь какие-то такие прям очень серьезные заключения, потому что, ну, нельзя говорить о том, чего неизвестно наподлинно, но думаю, что за три дня человек как минимум спал. Если человек за три дня как минимум спал, значит, перед сном он что-то делал. Я не думаю, что он прям вот падал на кровать замерство и засыпал. Просыпался, и тут же ему нужно было сразу куда-то идти, и там ни перерыва, ничего. То есть, хотя бы во время еды, хотя бы во время там какого-то передыка он мог вам все равно написать, все равно дать, особенно знать, он этого не сделал. Ну, так я не думаю, что какая угодно деятельность помещает мужчине, который вот действительно, как он говорит, скучает по вам и очень скучает, хотя бы дать на себе дня, в течение трех дней. Три дня – это срок большой, это не один день, это не два дня, это три дня. По сути, чуть больше половины недели. Ну, там, неделя – это семь дней, ну, понятно, что три дня там плюс-минус – это почти не эти полнедели. Это большой срок. Поэтому очень похоже на то, что рост занятий и его деятельность – это, как бы, ваше личное оправдание поведения вашего молодого человека. Дальше. То, что у него два ребенка. Это, вообще-то говоря, наводит на мысль о том, что человек опытный. Человек встречается уже с женщиной не первый раз. Человек знает, чего он от женщины хочет. Человек понимает, что ему нужно. И, с учетом всего того, что вы сказали выше, и, как я надеюсь, вы согласитесь со мной в определении его отношения к вам как несерьезного, потому что у него был невыдачный брак, и этот брак, судя по всему, наложил на него определенный отпечаток. И, сами по себе, серьезные отношения для мужчины, скорее всего, и есть суть брака. Он боится, он думает, что вы хотите от него самого же. А жениться вновь он не хочет. Я уверен, он не хочет жениться, потому что все, что вы написали, на это указывает. Понимаете, мужчину нужно судить по поступкам. Вы не написали, что было во время вашей встречи. То есть, было ли у вас, например, во время встречи секс. Но очевидно, что мужчина хочет быть с вами. Очевидно, что мужчина отдает себе отсчет в том, что так, как он вел себя раньше, так уже нельзя. Очевидно, что вы действительно ему нравитесь, потому что в противном случае он не стал бы с вами вновь встречаться. Я думаю, что если бы все дело было в сексе, он бы нашел себе девушку более простую. Для него, ну, то есть, которая не требовала бы от него определенной модели поведения. Но он помнит о вас. Это говорит о том, что у него чувство действительно к вам есть. По крайней мере, он, скорее всего, верит в то, что он говорит и чувствует. Он действительно скучает очень. Но при этом мужчина не готов к тому, чтобы иметь с вами что-то впередное. Он боится. Боится, что если даст вам то, что вы от него хотите, то, скорее всего, вы пожелаете от него замужества, пожелаете от него семью, а это то, чего он дать вам не хочет. И в итоге происходит такое вот противоречие. Конечно, существует еще и другой вариант. Это, так сказать, вариант более негативный. Вариант, при котором мужчина решил проверить, вот после того, как вы расстались, он решил проверить, согласитесь ли вы с ним на встречу или нет. Потому что, ну, вы не написали, сколько времени прошло после расставания. Также вы не написали, было ли это у вас первое расставание или вы до этого тоже расставались. Не очень понятно, но тем не менее. Есть негативный вариант, что мужчина просто проверял, как вы к нему относитесь. То есть, по-прежнему ли вы готовы с ним быть в отношениях, по-прежнему ли вы готовы идти к нему на встречу, по-прежнему ли вы помните о нем, по-прежнему ли вы испытываете к нему чувства. Он увидел, что да, чувства вы испытываете, и стоит вам чуть-чуть показать, что он дает вам то, что нужно, то есть поцелуи, нежность и так далее, то вы точно уже готовы вновь с ним быть. И мужчина, если он до этого вас использовал, понял, что монстр продолжает это делать. И когда придет время, он вспомнит о вас и проведет с вами время. Только теперь я думаю, что его поведение, оно будет более таким жестким. То есть, если раньше он был с вами и помогал вам по дому, то теперь, наверное, он считает, что вы от него зависимы. Он считает, что вы просто ждете его, и он может вот так вот дать о себе знать, вытащить вас на встречу, провести с вами время. Он понимает, что не так уж и сложно дать вам то, что вы хотите во внешней стороне, и при этом, собственно, ничего серьезного это для него не грозит. Ничего серьезного для него это не несет. И таким образом мужчина понимает, что сможет использовать вас тогда, когда удобно ему, и так, как удобно ему. То есть вот существуют две такие, на мой взгляд, вероятности, да, то есть, с одной стороны, это вынужденное пребывание молодого человека в определенной ситуации, связанной и с браком, и с опытом этого неудачного брака, и там, с наличием детей у него, и с наличием отношения к вам, то есть, определенными противоречиями и так далее. Либо есть другая сторона, более, так сказать, негативная, более эгоистичная, направленная на достижение целей именно мужчины и именно его, как бы, удовлетворение его потребностей. И, к сожалению, ситуация такова, что, исходя из ваших слов, исходя из вашего общения молодого человека, исходя из того, что вы нам предоставили, предоставили вы немного, можно сделать только эти два вывода. И какой из них более вероятный, я сказать не могу. Хочет быть, другие эксперты дадут вам более однозначный ответ, я бы тоже мог дать более однозначный ответ, мне кажется, то, что мне кажется, то, что мне представляется более вероятным. Но я не думаю, что это профессионально, потому что объективно, объективно мы здесь не для того, чтобы выражать свое мнение, а для того, чтобы выражать профессиональное мнение. Поэтому профессиональное мнение будет именно таким. Дальше, то, что касается лично вас в этой ситуации, то есть вы хотите, чтобы мы подсказали вам, что именно, либо у него нет дела, либо он вас использует. Вам была предоставлена необходимая информация для анализа, вы сами постарайтесь подумать, что ближе. Но по поводу вас, мне бы хотелось сказать следующее. Смотрите, мужчина, как бы был с вами, но он мог не звонить неделю, избегал поцелуев в губы. Ага, в целом у вас был только интим, то есть налицо направленность на несерьезных отношениях. Ну, мы об этом уже сказали. И вы понимаете, что, конечно, у вас к нему чувство есть, безусловно. И для того, чтобы не навредить себе в этой ситуации, вам нужно смотреть. Не на слова мужчины, не на то, что он обещает вам, не на то, что он, не на то, как скажешь мне, он ведет себя с вами. Вам нужно смотреть на поступки. Поступки мужчины, это то, что дает наглядный пример, наглядный показатель того, что мужчина от вас хочет. Условно говоря, если мужчина хочет с вами быть, он сделает так, чтобы вы не находились одна. Потому что любой мужчина, адекватный, уважающий себя и уважающий свою женщину, и уважающий женщину вообще, понимает, что женщину нельзя оставлять в одиночестве долго, она обязательно может найти себе замену мужчине. И он никогда этого не сделает. Ваш мужчина не звонил вам неделю в Меранже, и после этой встречи тоже перестал звонить. То есть, он уже принял, а не набирает. Значит, либо он чересчур уверен в себе, и это уверенность в себе вам вредит. Она как вредила вам, так она и вредит. Либо он считает, что вы от него чересчур зависимы. И то, и то плохо. Поэтому в этой ситуации вам, чтобы в любом случае, чтобы им не двигало, будь то нерешительность, будь то наличие внутреннего конфликта, будь то продвижение собственных интересов, вам необходимо дать мужчине понять, что вы не намерены вот так вот его ждать. Долго. Непонятно чего, непонятно сколько, непонятно до каких пор и так далее. Если вы дадите своему мужчине понять это, если вы донесете до него тот факт, что вас нельзя оставлять одной, и что вы будете, как бы, ну, не будете ждать, не будете действовать в себе в ущерб, а будете стремиться налаживать свою личную жизнь, и будете общаться с другими мужчинами, то есть, по сути, дадите своему молодому человеку понять, что он может вас потерять, то это спривасцирует его на определенное поведение. Если человек заблуждается в отношении вас, он опомнится и скорректирует свое поведение так, чтобы вы чувствуете его заботу, ну, то есть, по сути, подтвердить то, что ходит с вами из серьезных отношений. Если человек вас использует, то он, скорее всего, проявит себя именно с такой точки зрения. То есть, либо это на вас будут обвинения сыпаться в том, что вы его предали, что вы его обманывали и так далее, либо, как бы, будет иметь место такое вот типовое поведение, как то, что мы наблюдали вот сейчас, и типовое поведение, как бы, призванное освещить у вас в памяти воспоминания о нем, чтобы вы от него никуда не делите. Ну, как вы понимаете, в зависимости от реакции, вам это иностранство будет корректировать свое поведение. То есть, поведение корректировать на момента. Если он опомнится и свое поведение изменит, то вам нужно будет идти к нему на встречу. То есть, ну, отвечать ему за иностранство. Если он заявит типовое поведение, или если он обвиняет вас, то вы, как бы, преградите с ним любые контакты. И это будет ваш выбор. То есть, это будет, по сути, ваша определенность в том, как быть дальше с этими отношениями. И, наконец, последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать, это, собственно, ваша субъективная сторона. Ну, вот, мужчина не оправдал ваши ожидания, не оправдал ваши надежды. Вы расстались, причем расстались по вашей инициативе. Какое-то время вы пробыли без него, и все у вас было хорошо. Вот он появляется, и вы вновь даете ему шанс. Давайте, пока, пока, просто спросим вас, что заставило, что толкнуло вас на то, чтобы дать ему второй шанс. Какой у вас мотив? Ради чего вы это сделали? Пока не буду больше ничего говорить, важно, чтобы вы ответили на этот вопрос. В зависимости от того, как вы ответите на вопрос, я думаю, что можно будет либо с вами дальше работать, если вы захотите, конечно, либо оставить все как есть, и просто следовать вам моим рекомендациям, которые я вам дал. Пожалуйста, постарайтесь ответить на этот вопрос хотя бы себе, и если пожелаете, ответите на этот вопрос мне. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.